Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виктория Гапутина, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать, и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Неделя Крыма проходит в Беларуси. Гостей принимает не только столица нашей республики, но и Брест. В рамках визита прошли встречи с руководством области и города. Обсуждались совместные проекты по взаимному сотрудничеству. Прошло открытие выставки «80 лет освобождения Крыма» и феерическое выступление вокально-хореографического ансамбля «Таврия». Брест поздравляет с профессиональным праздником машиностроителей. Представители вертикали власти, руководство и сотрудники открытого акционерного общества «Цветотрон» в концертном зале Центра молодежного творчества поздравили самых лучших, самых достойных представителей предприятия. Уникальный офис отделения будущего. В Бресте в бизнес-центре IQ на Варшавском шоссе 43 открылось высокотехнологическое отделение Сбербанка. Их тоги несения городской вахты памяти мемориальными отрядами учреждения образования подвели в горисполкоме. Самым активным отрядом присвоили звание «Лучший почетный караул». Что заготавливает на зиму мэр города и как сохраняет урожай? Ирина Левчук получила информацию из первых уст на первой в этом сезоне осенней ярмарке распродажа. Вы смотрите программу «Итоги недели» и мы начинаем. Неделя Республики Крым проходит в Беларуси. Праздничные и памятные мероприятия в этот раз принимает не только столица нашей республики, но и два областных центра – Витебск и Брест. Дни Республики Крым посвящены 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. В рамках официальных мероприятий были запланированы деловые встречи, на которых обсуждались совместные проекты по взаимному развитию туризма, культурному и гуманитарному сотрудничеству, а также открытие выставки «80 лет освобождения Крыма». Экспозиция, представленная Брещаном, рассказывает о ключевых событиях, в результате которых Крым был освобожден от немецко-фашистских захватчиков и прошел свой путь становления до наших дней. Желающим углубиться в изучение истории Республики Крым представилась возможность получить доступ к уникальным хронологическим данным. Подробнее о том, как принимали российских гостей и как прошли мероприятия, посвященные дням Крыма в Бресте, узнавали наши корреспонденты. Одна история, один язык, одни шутки и одни традиции. Перечислять точки соприкосновения можно еще долго. И неудивительно, ведь Крымский полуостров имеет богатую историю отношений с Беларусью. Устойчивые экономические связи прослеживаются уже с XVIII века, когда первые товары из белорусских земель начали появляться в Крыму. А потому встреча, которая объединила в одном месте представителей Республики Крым и областного центра, была очень дружественной и легкой. Вообще Беларусь я знаю давно, езжу много. И в личном качестве, официальный вопрос, очень люблю белорусов, очень люблю Беларусь, она очень красивая и разнообразная. В этом году мы празднуем две великих даты. Ну, конечно, 80 лет освобождения Крыма от фашистов и 10 лет Крымской весне, то есть возвращение Крыма в родную гавань. И в этой связи мы решили в трех городах уже Беларусь сделать наше мероприятие, показать нашу культуру, показать наши исторические параллели, обсудить экономику. Это Витебск, Минск и Брест. Мы в Бресте заканчиваем нашу длинную недельную турнику. На встрече крымские гостей познакомились с туристическим, экономическим и культурным потенциалом первого региона, спортивной и образовательной инфраструктурой. Участники делегации, в свою очередь, рассказали о своем курортном полуострове и о его возможностях, что позволило предметно договориться о будущих совместных проектах. Мы планируем, прежде всего, конечно же, организовать встречи между нашими молодежными коллективами, чтобы ребята могли познакомиться как скульптурой Республики Беларусь, территорией Брестской области, конечно же, ну и, конечно же, съездить в Республику Крым, тоже также ознакомиться с достопримечательностями определенной. Поэтому планируем подписание соглашения, это, прежде всего, по линии библиотек, по линии кинотеатров, обмен кинофильмами, кинолекториями. Также, конечно, поработать, чтобы наши университеты поработали между друг другом, и наши ребята смогли на пленарных каких-то встречах своих, на встречах с преподавателями, с профессорами, могли обменяться опытом и, конечно же, использовать этот опыт в дальнейшей своей профессиональной деятельности. По системе образования, конечно же, наши школьники должны приехать в Брестскую крепость с Республики Крым, посмотреть стойкость, мужество, героизм именно Брестской крепости, потому что это наша визитная карточка, это наши те прадеды и деды, которые дали нам возможность жить под мирным небом над головой, заниматься своими любимыми делами, выходить в школу, водить своих деток в детские сады, заниматься любимым делом, заниматься спортом, культурой, образованием и так далее. Поэтому сегодня мы определили основные маркеры, как мы уже и сказали, это, конечно же, библиотеки, это кино, это образование, это культура и, конечно же, спорт. Программа пребывания крымской делегации в Бресте насыщенная. Помимо дружеской встречи, российские гости посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герои», где почтили память погибших защитников цитадели и возложили цветы к вечному огню. Крымский полуостров, как и земли Беларуси, освободили от фашистов 80 лет назад, а потому открытие выставки «80 лет освобождения Крыма» стало важным акцентом в насыщенной программе. Экспозиция, представленная Брещаном, рассказывает о ключевых событиях, в результате которых Крым был освобожден от немецко-фашистских захватчиков и прошел свой путь становления до наших дней. Дни Крыма в Республике Беларусь проводятся второй раз. В прошлом году они проводились только в столице, в городе Минске, а в этом году по предложению общественности мы предложили провести еще и в областных городах. Беларусы знают, любят Крым, но многие уже не бывали там десятки, кто десятки лет, сколько-то лет. И поэтому просто вспомнить то, что было раньше. Выставка о Крыме состоит из трех частей. Первая часть посвящена как раз 80-летию освобождения Крыма. Здесь подробно, детально, с картами, с фотографиями показано. Я думаю, что это будет очень интересно. Вторая часть – это «Крымская весна». В этом году исполнилось 10 лет. Ну и кроме того, показать, что Крым живет, Крым развивается. Третья часть выставки – это «Крым сегодня». Я думаю, что сейчас вот еще будут подходить люди с большим интересом. Я уже смотрю, сейчас смотрят и будут смотреть эту выставку. Вместе с речайшей выставкой гости привезли частичку традиционной культуры крымчан. Вокально-хореографический ансамбль «Таврия» Крымской государственной филармонии стал громким завершающим аккордом. Артисты смогли удивить брестского зрителя своим вокальным и хореографическим исполнением. Мы постарались в концертной программе представить традиции тех народов, которые населяют Крым. А Крым – многонациональный народ. Более 150 различных национальностей проживает в Крыму. Основные, конечно, это русские, украинцы, крымские татары и, конечно, белорусы. Они у нас на четвертом месте в большинстве среди населения Республики Крым. Очень зажигательные яркие танцы, которые передают колоритм крымской земли и, с другой стороны, наверное, притягивают и приглашают. Пожалуйста, жители Республики Беларусь, приезжайте к нам в Крым. У нас одинаковые традиции. Мы одинаково бережно сохраняем свои духовно-нравственные ценности. И нам приятно сегодня быть здесь у вас в гостях и представлять культуру Республики Крым. Объединенные общими интересами народы дружественных стран всегда открыты к реализации новых проектов. С большим желанием и перспективными предложениями представители союзного государства посещают нашу страну. Крым всегда был здравницей нашей страны. Но сейчас, несмотря на все сложности, он стал еще более успешным. И, конечно, пользуясь случаем, мы хотели бы привлечь внимание всех брещан, всех жителей города, туристов к современному Крыму. Открыть, может быть, новые страницы, неизвестные или чуть-чуть забытые в истории этого замечательного края. Конечно, это знаменательное событие, потому что мы имеем возможность посмотреть, как развиваются другие регионы в России. Мы знаем, как развивается Республика Беларусь, какие знаменательные события мы уже отметили в этом году и какие еще предстоят. Поэтому наше единение, наши совместные планы, наша совместная работа – это то, что не может нас остановить. Мы вместе всегда празднуем, мы вместе всегда работаем, и так всегда будет. Беларусь и Россия являются надежными партнерами друг для друга. Единая история, объединяющая братские народы, неразрывно связана общими событиями и датами. Дни Крымской Республики в Беларуси – это возможность укрепить добрососедские взаимоотношения, улучшить сотрудничество в экономических и социальных сферах. Мы рады вас приветствовать на Брестской земле. Сегодня в Брестском областном в Использовом комитете произошли тоже, скажем, переговоры. И важно отметить о том, что это не просто, скажем, встреча такая на госформе между людьми государственными, но также сегодня происходит и культурный обмен. И мы сегодня могли увидеть выставку, посвященную 80 лет освобождению Республики Крым. И это актуально, потому что в этом году Республика Крымарусь также отмечает 80-летие со дня освобождения немецко-фашистских захватчиков. А также сегодня мы нам выставим, да, это концерт вокального страна ЦАРа Таврия, да, поэтому это сильно идет в увеличении, скажем, да, сотрудничества между нашими регионами. Брестская земля всегда открыта. Я хочу, пожалуй, всем собравшись. Хорошего вечера, приятных эмоций от концерта. Всем мира, добра и здоровья. Каждый народ имеет свой характер, свои особенности, отличающие его от других. У белорусов гостеприимство является национальной чертой, которая выделяет их среди всех существующих наций. И, конечно, к гостям их союзного государства мы относимся по-особому. В эфире программы «Итоги недели» мы продолжаем выпуск. Традиционно в последнее воскресенье сентября в Республике Беларусь отмечается важный праздник – День машиностроителя. Эта отрасль тяжелой промышленности уже несколько десятилетий является ведущей областью экономики страны. На предприятиях машиностроительного комплекса выпускается значительная часть волового внутреннего продукта, напрямую влияющего на рост национального благосостояния. Сегодня машиностроение – важнейшая отрасль в Беларуси с активным развитием сельскохозяйственного и транспортного направлений. Здесь производятся всевозможные машины, приборы, а также предметы потребления и продукции оборонного назначения. А потому День машиностроителя – событие бесспорно знаковое, и так важно поздравить достойных работников отрасли с их профессиональным праздником. Для этой миссии собрались представители вертикали власти, руководство и сотрудники открытого акционерного общества «Цветотрон» в концертном зале Центра молодежного творчества. Кто был удостоен почетной награды, чем сейчас живет завод и какие планы у руководства на будущее? На все эти вопросы знает ответы наш корреспондент Ирина Левчук. Смотрите сюжет. Открытое акционерное общество «Цветотрон» – многоотраслевое предприятие, специализирующееся на выпуске полупроводниковых приборов, электронной продукции для сельскохозяйственной техники, светодиодных светильников и многих других. Данное предприятие уже 40 лет на рынке электроники и до сих пор не теряет своей важности и актуальности. «Цветотрон» является динамично развивающимся предприятием промышленности, значит, занимается машиностроением. С учетом того, что раньше ситуация, конечно, была на «Цветотроне» не совсем хорошая, скажем так, мягкая, сегодня мы видим тенденции развития, предприятие развивается, предприятие развивается, можно сказать, даже динамично. 200 человек у нас занимаются выпуском, в том числе и продукции, которая идет и на оборонный заказ, и машиностроение, занимаются выпуском микроэлектроники, поэтому предприятие востребовано и все предприятия Беларуси, в том числе машиностроительные предприятия, пользуются приборами, изготовленными на нашем «Цветотроне». Несмотря на все сложности, которые были, предприятие «Цветотрон» выстояло и сейчас продолжает активно производить продукцию. Да, не в тех масштабах, что было раньше, ведь сейчас на заводе трудится порядка 200 человек, в то время как в былые времена их насчитывалось около 7 тысяч. Но сейчас каждый на своем месте занимается востребованным направлением, которое необходимо для нашей страны. Предприятие «Цветотрон» развивается активно, все доведенные показатели выполняются и будут выполнены по итогам года. и работники, и жители города Бреста на сегодня, проходя мимо нашего предприятия, видят, что идет наружный ремонт, внутри идет также ремонт производственных цехов. На следующий год у нас тоже запланирована модернизация действующего производства, восстановления и закупка нового оборудования. То есть, все согласно программе развития предприятия. Мы смотрим в будущее с уверенностью предприятию быть, предприятие будет развиваться активно. Искренне и тепло поздравить с профессиональным праздником достойных работников отрасли, вручить грамоты и цветы за преданность своему делу, надежность и профессионализм, а также пожелать карьерного роста и благополучия собрались представители вертикали власти и руководство предприятия «Цветотрон» в концертном зале Центра молодежного творчества. Поздравлений звучало много, еще больше было почетных награжденных. Ведь специалисты предприятия «Цветотрон» работают слаженно и профессионально, создавая положительную динамику работы. И это неудивительно, ведь в составе трудящихся остались настоящие старожилы, которые охотно делятся своим профессиональным опытом. Я приехал сюда, когда была стройка. Только стройка, не было ни одного практически действующего производства. И мы создавали, создавали первые цеха, учили людей, возили на интеграл на учебу, привозили оборудование, запускали его. И так потихоньку налаживалось производство. Сейчас все хорошо. И коллектив нормальный, его осталось не так много, но это люди проверенные. Плюс начала приходить молодежь. Последние два года у нас именно ставка делается на молодежь, а мы должны их чему-то научить, для того, чтобы со спокойной душой уйти на заслуженный отдых. А новое поколение очень ценит помощь старших коллег, впитывая каждый совет и тут же применяя его в работе. Ведь попав на завод, у молодых специалистов только одна цель – закрепиться там и расти по карьерной лестнице. Ведь преференций от такой работы много. Самое первое, что для всех важно, это, конечно, зарплата. Зарплата у нас хорошая, выше средней по области, поэтому это самое основное. Ну и, соответственно, если плохой коллектив, тоже не хочется работать. Вот коллектив омолаживается у нас вообще, как бы руководство хорошее. И, ну, вот различные мероприятия организовываются, выезды, соцпакет хороший, расширенный, страховка у нас есть. Ну и в целом интересно работать. Как бы в Бресте, наверное, по моей как специальности после колледжа и университетов, наверное, есть только еще Джафре, какой-нибудь там Орлайт, ну, там, пресс-газопарад. Ну, в общем, среди всех предприятий «Цветотрон» поднялся такой на довольно, так сказать, по-моему, дежурно-топовый уровень. То есть мы там, наверное, в топ-5, я думаю, состоим, если не выше. Успех, как известно, это поступательное движение. Не точка, которую можно поставить, а красноречивое многоточие. А потому пусть предприятие и дальше развивается, сохраняя свои ведущие позиции. Ирина Левчук и Дарья Буканович, Юрий Льмонтович. Программа «Итоги недели». Следующий материал программы касается каждого человека и всех нас, брещан. Поддерживать имидж Бреста как главного города первого региона непросто. В этом процессе задействованы тысячи людей. И складывается этот имидж из многих факторов. Строительство и благоустройство, наличие концертных площадок, магазинов, кафе, современных учреждений образования и здравоохранения, банков, финансовых учреждений в Бресте немало. Как любая коммерческая структура, они клиента ориентированы. Но и клиент, который приходит в банк, желает получить все услуги быстро и качественно. Итак, в Бресте в бизнес-центре IQ на Варшавском шоссе 43 открылось высокотехнологическое отделение Сбербанка. И называют его отделением будущего. Каким увидели офис первые посетители и наши корреспонденты? Смотрите далее. Современные ритмы жизни требуют креативных решений. Это касается всех сфер нашей жизни. Банковская, вероятно, в большей степени. Расширение спектра инновационных финансовых услуг конкурс числа клиентов ставит перед банками задачи сокращения финансовых и временных затрат на внедрение и оказание сервисов. Понимая все вышесказанное, специалисты Сбербанка пришли к решению создать офисы под названием «Отделение будущего». Их сделали безбумажными. С фокусом на новые технологии первый регион стал первым, где данный проект внедрили. Я открывал всего два отделения и оба в Брестской области. У нас в Минске нет ни одного переформатированного отделения, потому что мы видим, что жители Бреста любят нас, а мы их любим в ответ. Сегодняшний мир требует быстрых решений, быстрых действий. И когда мы говорим «без бумаги», мы говорим о том, что это можно сделать электронной подписью, мы можем сделать это бесшовно между приложением и банком. Поэтому это быстро, это удобно для наших клиентов. Это, наверное, номер один. А все остальное для банка это и дешевле. То есть, когда мы говорим о том, что это безбумажные технологии, мы говорим, что это дешевле для банка, и мы этой разницей готовы делиться с нашими клиентами. Поэтому это должно быть дешевле для наших клиентов тоже. Пять, четыре, три, две, одна. Ну что ж, уважаемые друзья... Торжественное открытие высокотехнологичного отделения Сбербанка прошло в бизнес-центре IQ на Варшавском шоссе 43 с участием представителей горосполкома и облсполкома, руководства отделений и топ-менеджеров. Сбербанк считается системообразующим Беларусь. Он инвестирует в инфраструктуру и расположение отделений именно по этому адресу весьма выгодно, как для города, так и для его клиентов. Для нас это очень важно. И, конечно, это улучшает инфраструктуру города, помогает нам, наверное, решать те вопросы, которые сегодня стоят в поле зрения города. Это, в первую очередь, вот то, что мы проговаривали с офисом центральным, возможности создания программ партнерских, которые позволят решать нам вопросы застройщиков, транспортно-логистические цепочки, которые сегодня требуют помощи банковской системы, развития, наверное, цифровых технологий, применительно на конкретных отраслях, в частности, вот, оговариваем возможность использования их технологий в общественном транспорте, понимая, что у них есть опыт работы на российском рынке. Отделение будущего. Это смарт-офисы с каворкингом, бесплатным интернетом, электронными кассирами, зелеными технологиями безбумажного офиса. Документы здесь можно подписать в электронном виде с помощью планшетов, чтобы внести вклад в защиту окружающей среды. В самом отделении есть рабочие места со специалистами и без них. Некоторые из них оборудованы электронными кассирами, устройствами для работы с купюрами и монетами. Это значит, что один и тот же специалист может и документы оформить, и операцию с наличными провести. Привычная касса тоже предусмотрена. Так же, как и инфокиоск с банкоматом. Для тех, кто обслуживается Сберпремьер, продуман отдельный кабинет. Для нас развитая система банковская, это как нервная система в человеческом организме, позволяет решать вопросы, которые сегодня стоят перед экономикой, перед людьми, которые хотят с помощью, так скажем, долгих денег решить сегодня свой вопрос. Очень актуально, что нынешняя дислокация офиса Сбербанка была определена именно здесь, потому что эта территория в ближайшие годы начнет активную застройку. Мы сегодня видим уже старт этих проектов, которые, говорю, и по правую, и по левую сторону начинается реализация. И своего рода мы надеемся, что те технологии, которые сегодня продвигает банк, те решения, которые он с помощью искусственного интеллекта пытается внедрить, так скажем, в свою работу, они позволят более эффективно и более быстро развивать экономику города. И в том числе, открывая такой офис, это не только эргономика в плане приема клиентов, оказания услуги. Быстрота принятия решений на сегодня влияет, наверное, более, и цена этого продукта. Поэтому для нас это очень важно. У нас сегодня огромные планы, мы сегодня видим огромный потенциал в малом бизнесе, и мы с этими технологиями пойдем туда. Мы видим сегодня огромный потенциал в работе с властью, которыми мы можем помочь внедрить новейшие технологии, которые есть у Сбербанка в России. Мы видим огромный потенциал в наших физических лицах, которым мы даем самую удобную карту на рынке, это Сберкарту. Она с кэшбэком, она очень удобная для оплаты, она на базе технологии биокарты, поэтому мы не собираемся останавливаться, у нас огромные планы. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Для программы «Итоги недели». В городе над Богом свято чтут патриотические традиции и яркий пример тому – пост памяти в Брестской крепости. За 52 года его существования больше 103 тысяч жителей Бреста удостоились чести нести почетную вахту «Вечного огня» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Накануне прошло торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов несения городской вахты памяти мемориальными отрядами учреждений образования в 2023-2024 учебном году и награждении победителей. Самым активным постовцем было присвоено звание «Лучший почетный караул». С юными наследниками традиции пообщалась наш корреспондент Янина Даниленко. Пост памяти у Вечного огня Брестской крепости-герой на протяжении многих лет остается школой мужества, патриотизма и нравственного воспитания молодого поколения брещан. Ежедневное служение отчизне не каждому бредется по силам. В любое время года юные армейцы заступают на вахту к Вечному огню, невзирая на погодные условия и обстоятельства, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Для каждого из учащихся любого учреждения образования города Бреста это большая гордость и честь. Всего к несению вахты памяти привлекается 43 учреждения образования города Бреста. Это 1460 старшеклассников брестских школ, лицеев, гимназий. И одно частное учреждение – это колледж бизнеса и право несет вахту памяти. Сегодня будут озвучены результаты несения вахты в прошлом году. Это те учреждения, которые заняли первое, второе, третье место по вахте памяти, а также лучшие юные армейцы, победители в номинациях, лучший начальник караула, лучший помощник начальника караула, комиссар, часовой, разводящий, подчасок, экскурсовод, дневальный, а также призовые места по лучшей стенгазете, лучшей поисковой работе, лучшему экрану. Мероприятие, посвященное определению лучших отрядов, особо значимо для Бреста и Беларуси. Ежедневный непрерывный караул позволяет не забывать великий подвиг героев Великой Отечественной войны, совершенной в Брестской крепости герои. Признаком особой значимости существования вахты памяти стало наличие представителей власти и военнослужащих на торжественном мероприятии. По итогам несения городской вахты памяти дипломами были награждены четыре учреждения образования города Бреста. Дипломом третьей степени – мемориальный отряд средней школы номер 3 и гимназии номер 3 имени Валентина Веремеюк. Дипломом второй степени – мемориальный отряд средней школы номер 9. Дипломом первой степени отмечена гимназия номер 2. Это вахта памяти. В 22-м году было отмечено в премии президента за духовное возрождение. Это говорит о том, что вами делается большая работа по сохранению исторической памяти. Кто победил в этой страшной Великой Отечественной войне. Это дается многим-многим поколениям. Поэтому тоже, хочу сказать, большой вам за ту работу по различным воспитаниям нашей молодежи. Мы всех поздравляем с качанием того учебного года. Поздравляю победителей. Но от тех, кто в хвосте, я думаю, что они подтянутся и в следующем еще году выйдут лидеры. Поэтому всем миром, добра, здоровья и всех ваших. Подводя итоги несения городской вахты памяти, особое внимание уделили тем, кто передает свой бесценный опыт подрастающему поколению. Тем, кто помогает изучать историю вахты, дают навыки работы в команде и обучают азам военной подготовки. 52 года назад был создан пост памяти, который в ненавиде прекращал своего пенсионирования. И в дождь, и в снег, и в походу вы, уважаемые постовцы, ведете преданно вот эту службу на посту памяти. Это дорогого стоит, это большой труд, труд, через который проходите не только вы, ваши педагоги, но труд, через который проходят все ваши семьи, близкие люди, потому что именно они поддерживают вас в этом выборе. Быть на посту памяти, отдавать честь и долг погибшим во время Великой Отечественной войны. Учреждение образования, в котором я работала ранее, государственное учреждение образования гимназия номер 2 города Бреста, уже не первый раз занимает первое место в городском конкурсе среди мемориальных отрядов учреждения образования. В этом году первое место занять это наиболее почетно, так как это год освобождения Беларуси от немецко-вашистских захватчиков, это год качества, и я хотела бы сказать, что только в системе, только в едином целом наших ребят мы достигли в очередной раз такого результата. И я надеюсь, что учащиеся и впредь будут выкладывать все свои силы для того, чтобы быть на высшем уровне среди всех учреждений образования. Благодаря такому бесценному опыту многие из юноармейцев уже наверняка знают, какой профессии отдадут предпочтение. Пост памяти оказывает огромное влияние на развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи как города Бреста, так и Беларуси в целом. И помогает множествам юношам и девушкам определиться со своей профессией в будущем. Ребята выбирают силовые структуры, силовые вузы, такие как Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Военная Академия, Университет гражданской защиты. Пост памяти им во многом помогает, и помимо того, что он присваивает им определенный уровень дисциплины, который очень сильно выручает их во время учебы, помогает им изучить такие навыки, как строевая подготовка, огневая подготовка, хозяйственные дела, там, поутюжить те же брюки, отгладить стрелки, это все им не раз пригодится в этих силовых вузах. Лично мне пост памяти помог в выборе своей будущей профессии за счет постоянной дисциплины, постоянный уровень роста над собой, помог мне выбрать вуз, в котором я захочу дальше учиться. Я поступил в Академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь на факультет криминальной милиции, специальность правоведения. Заставить любить Родину невозможно, а вот привить эту любовь можно. И привить ее необходимо через традиции, культуру, историю. Историю нашего общего прошлого. Прошлого, о котором нам всем необходимо помнить. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Для программы «Итоги недели». Традиционно осенний период – это время заготовок всяческих вкусностей. Варенье, джемов, компотов, соленья, овощей, грибов и салатов. И как здорово потом холодными зимними вечерами лакомиться этими угощениями. Но для того, чтобы позволить себе такую роскошь, нужны определенные ингредиенты. Желательно с приставкой «эко», чтобы конечный продукт вышел не только вкусным, но и полезным. А потому уже не первый год, учитывая пожелания брещан, власти города проводят полюбившиеся многим осенние ярмарки. Здесь любой покупатель обязательно сможет найти что-то на свой вкус и кошелек. Ведь выбор широк и разнообразен. Представлена различная сельскохозяйственная продукция. Сегодня был дан старт первым ярмаркам в городе над Бугом. И, конечно, наши корреспонденты не смогли остаться в стороне, как и председатель Брестского грисполкома Сергей Лободинский, который в числе первых посетил ярмарку и лично убедился в щедрости урожая 2024 года. Ирина Левчок вместе с градоначальником прошлась по рядам и узнала, чем затаривается мэр на зиму и о семейных секретах сохранения заготовок. Сегодня важный день для большинства брещан. Особенно тех, у кого нет мам, пап, бабушек и дедушек, которые занимались бы сельскохозяйственными работами, а следовательно, которые лишены поставок вкусного и домашнего. Но расстраиваться рано. Выход есть в сезонные ярмарки. Посмотреть, что почем, подорговаться и закупиться всем необходимым, помимо горожанной нашей съемочной группы, на осеннюю ярмарку пришел градоначальник Сергей Лободинский. Покупаете что-нибудь на осенних ярмарках? Или у вас есть родные, близкие, которые могут что-нибудь привезти? К сожалению, нет близких, родственников в живых, поэтому всегда тоже обходимся, как и все горожане, ярмарками. Конечно, в первую очередь, это картофель на зиму. Какие сорта, наверное, для седа, это что-то такое из королевы Анны любим, потому что уже так привыкли из наших традиционных сортов. Наверное, свекла и лук. Это то, что в обиходе всегда как это надо. Потому что дети любят драники, а к драникам надо лук, и поэтому, говорю, всегда как-то заготавливаемся. Мы всегда стараемся, так скажем, в предпоследние дни или недели ярмарок, чтобы, так скажем, обеспечить сохранность продукции. В основном, говорю, яблоки, да, вот по яблокам сегодня, говорю, ценник варьируется от полтора рубля до трех рублей. Вот на любой вкус, так скажем, цвет и вес. Поэтому тоже вот для детей всегда берем. На зиму уже для себя приспособили, заготавливаю коробки, да, в коробках есть сено вот с газона, да, и там потом укладываем, ну, сено как бы не очень, а вот солома, соломе, говорю, укладываем яблоки, и практически до весны всегда хватает вот их сохранить в хорошем виде. Хороший лайфхак для всех. Да. Отправляем этот совет в копилку и идем изучать ассортимент городской ярмарки. И что мы видим? Яркая морковь, отборный картофель, крупнокалиберные луковицы, плотные качены капусты, россыпы синих ягод, сладкий мед и сочные яблоки. Настоящие изобилие цвета, вкуса и запаха. И продавцы охотно о своем товаре рассказывают, ведь выращено все это своими руками, бережно и с любовью. Я деревня Задер, 20 километров отсюда. Ну вот грушки свои, у нас очень много груш ищет сортов, потому что мы живем Радышком, Миколенко был, царство ему небесное, садовод такой. Он торгует с саженцами в настоящее время, торговал в настоящее время. Дочка тут торгует на ярмарке с саженцами. Груш, его всякие-всякие сорта саженцев. И вот у нас груши. Многие предприниматели, которые сегодня собрались в одном месте, чтобы себя показать и товар, продать делят за тем, что для них осенние ярмарки – это не только хороший способ пополнить семейный бюджет, но и возможность обменяться опытом с другими хозяйственниками. Среди таких – Иван Тарулько. Мужчина приехал из Каменецкого района и не один, а с 8-летним сыном Мишей, приобщая таким образом молодое поколение к важному делу. Картофель по рублю, чеснок по 10 рублей, лук – рубль 30, орехи по 4, редька по 2 рубля. А как урожай? Картофель хороший, чеснок. Ну, все, в принципе, нормально. Демократичные цены стимулируют покупателей держать ухо во строе, быстро ориентироваться в предложенном забилии. Ведь, судя по широкому ассортименту, урожай 2024 года оказался неплохим, а потому и список покупок у большинства покупателей внушительный. Арбуз, еще не купила, дыню купила по 2,50. Что купила? Чеснок купила по 7,56, это для пенсионера хорошо. Помидорки по 2,50, домашние. Капуста по 70 копеек купила. Ну, что еще? Ну, еще. Больше я не донесу. А я каждый год прихожу на ярмарку. Мы только на ярмарке и запасаемся. Своей дачи нет, огорода нет. На зиму запасаемся, свой погреб есть, на зиму запасаемся, все на ярмарке. Очень хорошо. Среди тех, кто очень любит и ценит ярмарку, Светлана Бровко и ее тетя Тамара Михайловна. Эти милые дамы рассказали нам, за что ценят возможность закупиться овощами и сезонными витаминами. Раньше всегда было, как у нас, да, деревня своя есть, силы были, поэтому все свое было. Сейчас, конечно, уже силы не такие, поэтому приходится пользоваться услугами народа, который выращивает, скажем так. Поэтому вот пришли картошечку, ну все, и лук, и морковку, ту же свеклу, все домой, на зиму, как говорится, все это собрать. Вот, тете моей нравится, вот как ты говоришь, картошка, какая королева? Королева Анна. А, Анна. Вот, сейчас будем ходить, искать сорт королева Анна. Вот они вот так вот как-то захотели. Ну, конечно, очень приятно, что все это каждый год у нас есть. Да, спасибо народу, что выращивают. Да, да, им огромное спасибо. Нынче это очень тяжело, проблематично, но пользуемся каждый год. Да, для покупателей осенней ярмарки это отличная возможность купить все и сразу в одном месте. А еще это удобный случай, чтобы пообщаться с профессиональными фермерами и садоводами, которые щедро делятся не только своей продукцией, но и знаниями, как правильно выбрать товар и как его сохранить. К тому же приехали они из разных уголков Брестской области. Сегодня, 28 числа, у нас пять площадок, в которых организованы. Да, приезжает много хозяйств, много колхозов, они пользуются спросом, люди подают заявки заранее. Заявок очень много, да, сегодняшний день это такой, наверное, не совсем показательный. Ну, вы же сами видите, сколько у нас на сегодняшний день представителей приехал. Торгуют люди, да, себе есть право выбора. Кому-то, может, кто-то с Каменецкого района, кто-то с Кобринского, кто-то с Жебенковского. То есть, каждый может выбрать по душе, что ему ближе. Фермерские хозяйства и частные подворья предлагают товары, которые соответствуют таким важным критериям, как вкус, качество и цена. А потому уже не один десяток лет осенней ярмарки пользуются таким высоким спросом. Для Бреста, как и любого города нашей страны, наверное, традиционные осенние ярмарки, это называется хорошее с полезным. С одной стороны, мы даем возможность нашим аграриям представить всю свою продукцию на площадках города. С другой стороны, удовлетворить тут спрос населения, потому что цены на ярмарки объективно ниже. Даже сегодня, вот анализируя первые, так скажем, ценники на сельхозпродукцию, мы видим, что она ниже, чем в розничной торговле города. Сегодня, вот, так скажем, незримо видно интерес граждан, потому что, сравнивая предыдущие ярмарки, первые, они не всегда массовые. А сегодня, вот мы видим, даже не на небольших площадках, я думаю, мы сегодня проедем, еще увидим по другим локациям, есть, так скажем, интерес. И самое главное, что мы решаем вопрос нашего пожилого населения, чтобы в доступных местах, недалеко от своих домов, в микрорайонах, можно было прийти и обеспечить себя сельхозпродукцией на зиму. Осенние ярмарки будут продолжены для удобства покупателей весь октябрь. Начало ноября на всех крупных городских площадках можно будет закупиться необходимым, вкусным, свежим и с приставкой «Эко». Ирина Левчук, Игорь Бакунович, Ирина Левчук, Ирина Левчук, программа «Итоги недели». Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги, журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А я, Виктория Габутина, прощаюсь с вами. Мира и стабильность, и спокойствие, и здоровье вам и вашим семьям. И новости в домах пусть будут только добрыми. Игорь Бакунович, Ирина Левчук, программа «Итоги недели» уже в следующую субботу.